дорогие друзья семья я все равно покажу этот дом потому что он есть и вы должны знать о его существовании потому что кому-то может быть он не понравится кому-то наоборот зайдет и понравится поэтому на вкус и цвет товарищей как говорится нет мне здесь тоже что-то по душе что-то значит я по-своему сделал но застройщик хозяин а хозяин говорится барин он выбирать что и как делать и соответственно имеет на это полное право если четыре сотки земли 140 метров жилая площадь дома данного и лично мне господа начну как бы с минусов да не хватает здесь все сделали в виде брусчатки все и там брусчатка здесь и парковой мне это место допустим хотелось бы чтобы но было под бассейн что мне напрашивается с такими видами шикарными мне бы хотелось чтобы был бассейн специально здесь конечно же если здесь стоят секции от забора на вы видите профиль здесь соответственно этих секций нет они здесь специально оставили место почему пошли шикарные видовые характеристики это достоинство дома и следовательно вот эта часть дома лично для меня здесь можно сделать какой-то может быть там 5 на 3 например там или 6 на 3 хороший как проблема технически этот вопрос решить нет это не проблема то есть это как бы для меня сейчас как бы минус но по большому счету если и для вас это будет минус вы соответственно снимаете эту брусчатку и делаете здесь бассейн например да все равно посадить какие-то небольшие там кустики тучки так далее вам место как бы сейчас и здесь за домом я сейчас покажу ну а что касается здесь просто часто люди говорят что дмитрий санч вот все укатает брусчатку поэтому я знаю что вы это говорите и следовательно да меня может быть тоже это не совсем устраивает я об этом говорю но для начала я предлагаю нам всем как обычно поздороваться и начать ролик с приветствия поэтому семья всем привет это сочи краснодарский край и с вами как обычно лучший самопровозглашенный ремонт в городе сочи дмитрий александрович низкий вам поклон к нам обращается по вопросам ремонта по лучшим ценам в данном городе строительство и доверительного управления и конечно же купли продажи недвижимости по лучшим ценам если кто-то будет продавать этот дом за 25 26 28 я продам вам этот дом за 23 миллиона если у вас будет наличка кэш как говорится я думаю что мы договоримся с собственником даже за 22 то есть ребята все вопросы обсуждаем в любом случае в городе сочи вы получите от меня лучшую цену на те объекты недвижимости которые вы выберете себе самостоятельно либо скажите мне дмитрий Александрович выбирай нам объект в нашем бюджете поэтому от трех миллионов рублей если вы хотите ходить в какую-то студию апартамент до бесконечности я готов с вами поработать как с инвесторами так и просто со своими покупателями если вы покупаете в личных целях ремонт я напоминаю мы делаем предчастовую от 15 тысяч рублей за метр квадратный это уже с нашими материалами и от 10 тысяч рублей стоимость чистового ремонта за квадрат метр материалы господа с вас по всем вопросам в левом нижнем экране вы всегда видите телефон набирайте и говорите дима нам надо вот это вот это вот это и мы всегда с вами найдем общий язык а теперь господа вернемся к дому значит улица мичурина сосед в лице дмитрий Александрович здесь вот через пару домов отличные шикарные подъездные пути вы знаете что село каштаны это что это вот туда еще километр и вы помимо сельских продуктовых магазинов несколько вы имеете ввиду по поводу имеете возможность покупать магазины в магните обратно соответственно вы едете и вы в пятерочке покупаете себе продукты ровным счетом за от этого дома 6 километров до хвосты вы доезжаете до магазинов до всей инфраструктуры и там пользуетесь всеми пляжами кайфуем идти отдыхать то есть 10 минут на расслабоне и вы господа на море по отличной асфальтированной дороге двухполосной как бы наслаждайтесь примерно 35 минут 30 минут сейчас прямо сейчас вы доезжаете до аэропорта и где-то примерно 30-35 минут до морепорта в город Сочи мы находимся ровным счетом посередине да не надо настраивать нас кудепсы которые вы видите сейчас напротив нас верхняя николаевская мы господа село каштаны это лучшее место в городе Сочи для проживания поэтому у кого есть в кармане примерно 23 миллиона рублей с учетом торга дмитрий Александрович сделал для вас лучшую цену еще раз говорю в этом селе и в этом городе приезжайте сюда 4 сотки земли 140 квадратных метров дом и вы соответственно имеете возможность его себе приобрести а все какие-то мелкие моменты недочеты это все вопрос решаемый все господа которыеcilа часто делается делается вот такой вот остекте так фасад-фасад мне нравится остекление шикарное цветотражающая зеркальная мне нравится брусчатка абсолютно мне нравится меня устраивает парковка тоже мне нравится то что брусчатки много мы с вами уже этот вопрос обсудили то есть вот на парковка я запарковался раз два машину пометь и откатные ворота поставите автоматику будете наслаждаться наслаждаться, все мне нравится, шикарная асфальтированная дорога на улице Мичурина, и, конечно же, здесь тоже к дому шикарная дорога, шикарная дорога к дому. Так, что еще? По территории земли, конечно, немного, всего-навсего 4 соточки, поэтому, если захотите, можете и здесь частично так отмостку оставить, допустим, сантиметров 50, все остальное тоже можете убрать, насадить здесь деревьев, здесь у нас, видите, сделана, соответственно, дренажная система по участку везде, и здесь лоточки тоже проложили, когда дожди, разуклоночка, все дела, все, водичка уходит, все, здесь можете что-то посадить, 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 ну, не знаю, какие-нибудь тучки можете здесь себе посадить, по крайней мере, на это у вас есть немножко земли. Здесь у нас под колодцем, я открыл, здесь спрятана у нас, соответственно, скважина, у нас у всех здесь в поселке скважины, ну и, в принципе, дом уже отстоялся, простоял достаточно количество времени, пару лет, наверное, вот так вот выглядит, еще раз говорю, в посад, все отлично, все капитально, поэтому проблем нету с этим делами, никаких проблем нет. Сейчас посмотрим по планировке, ребята, там нам оставили сюрприз, естественно, в виде беспорядка, вот, значит, ну ничего, это можно будет использовать потом, если в случае там стяжечка или штопатурочка или еще что-то, ладно, кое-что из материалов осталось. Значит, смотрите, первый этаж, что я вижу здесь, какая для меня здесь планировка, так как здесь везде, еще раз говорю, шикарные виды на горы, даже вот отсюда, если вы можете обратить внимание, даже вот здесь вы стоите, да, шикарные виды на горы, то здесь я вижу кухню-гостиную такую, ну, достаточно, как сказать, обширную, то есть вот кухонная зона для меня, допустим, да, и обеденная зона, соответственно, и чтобы из окон был вид на горы. Здесь бы я сделал изолированную спальню а-ля там кабинет, до этого есть уже здесь проход, вот здесь можно было бы сделать как бы дверной проем, заходите, соответственно, и здесь большая-большая, ну, гостевая-то, и здесь, конечно же, вот ванная комната тоже здесь напрашивается, она здесь есть, санузел на первом этаже. Площадь небольшая, но в принципе сделать спальню внизу, а, вот подлестничное пространство, я забыл вам осветить, как раз-таки я всегда, когда снимаю ролики, я всегда говорю, подлестничное пространство для хранения хлама. В данном случае, как раз-таки, знаете, вот подлестничное пространство, господа, вот, пожалуйста, для хранения хлама. Поднимаемся по лестнице, она удобная, по всем стандартам выполнена, абсолютно удобная, хорошее монолитное перекрытие, это вообще капитальный как бы монолитный дом, к этому никаких вопросов нету, как вы видите, с газоблочным заполнением. На втором этаже вся та же самая история. Вот смотрите, мы поднялись, тоже здесь вот спальня, и здесь можно либо сделать одну большую мастер-спальню, вы здесь делаете, либо можно сделать две спальни. То есть одну спальню, соответственно, сделать с балконом, а одну просто с окном, с двумя окнами, но без балкона. Небольшие две. То есть выбирайте, либо у вас в доме будет большая мастер-спальня с санузлом, и еще спальня рядом на втором этаже, и внизу одна, то есть всего три спальни и кухня-гостиная, при этом два санузла, либо у вас будет три спальни на втором этаже и внизу. Но это будут три небольшие спальни на втором этаже, потому что еще раз говорю, площадь 140 квадратных метров. Это как бы обычно 150, 170, так далее. Выход у нас. Везде у нас, кстати, стоят хорошие, ну и на первом и на втором этаже хорошие, шикарные окна. То есть это алюминиевый профиль, это стоило денег в свое время, это действительно хорошие очень окна. То есть подтверждаю, вверху и внизу вы выходите на балкон, здесь, соответственно, не ржать, здесь каленое стекло, вот такое вот затемненное. Вы все это видите прекрасно. Сейчас я вам покажу вам Дмитрия Санча, если увижу отсюда. Так, да, собственно говоря, как не увижу, увижу, конечно. Вот, значит, вы говорите, Дмитрий Александрович, привет. И вот, собственно говоря, вот ваш покорный слуга Дмитрий Александрович. Вот с вами соседствуют, да? Никита и все остальные. Ну и у вас здесь тоже хорошие, то есть хорошие все равно виды, как ни крути. Ну бассейн, господа, конечно, просятся сюда, да, в любом случае он здесь просится. Да, вот, в принципе, все. А что еще здесь говорить? В принципе, коротенький обзорчик на, собственно говоря, вот этот дом. Что еще здесь говорить? Можно много чего говорить, разглагульствовать. А какое все это имеет смысл, когда все ясно, все понятно. Дом в любом случае капитальный, монолитный, строили наши знакомые ребята. Построен он качественно абсолютно. То есть с технической точки зрения у меня, допустим, к этому дому нету никаких вопросов. Я знаю, кто это строил, я знаю, кто это заказывал, чей это был проект и так далее и тому подобное. Поэтому качество строительства, то, что, еще раз говорю, эти хотелочки, нравится, не нравится, спи моя красавица. То есть здесь надо в любом случае решить этот вопрос, решить. Я точно знаю, что если бы я приобрел этот дом себе, и у меня были бы финансовые возможности, я бы здесь сделал бассейн. Возможно, частично убрал бы немножечко брусчатки, сделал бы поменьше, там, по метру от дома, соответственно, а дальше посадил бы дерево. Ну, здесь сбоку, наверное, посадил бы какой-то, может быть, садик себе. Вот так вашей. Ну, земельки немного. Хотелось бы себя порадовать не только вот как бы относительно каменными джунглями. А кто-то любитель, он не хочет, он говорит, мне не нужны никакие растения, ничего не хочу, все закатать в бетон. И такие люди есть, заказчики. Я не говорю сейчас про инвесторов, которые на продаже, чтобы за этим надо ухаживать, смотреть. Нет, это люди для себя делают, они говорят, закатать все в бетон. Люди разные, у всех разные, так сказать, приоритеты, разные хотелки, поэтому к этому надо относиться нормально. Все, дорогие друзья, на социальной сети вы можете подписываться в описании под каждым роликом. Есть Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Яндекс, Зен, Ютуб и так далее. Если вы захотите что-то продать в городе Сочи и там будет у вас на объект цена, ниже рынка, хотя бы немножко, пускай там на 5-10%, но ниже рынка, набирайте мне, я с огромным удовольствием сниму данный объект, чтобы показать нашим подписчикам, что мы продаем хорошие объекты и они стоят хороших денег. Все, что выше рынка, не звоните, пожалуйста, дома там какие-то, если он стоит 20, вы мне набираете, говорит, Дмитрий Александрович, продай 40, забери свои пару миллионов рублей. Мне это вообще не интересно, я вам объясняю, потому что я знаю изначально, что я это не продал. Давайте абсолютно законные, нормальные, меняемые, комиссионные, давайте лучше все поумерим аппетиты максимально, заработаем лучшую, как бы меняемую сумму, но продадим быстро ваш объект и как бы все будут довольны. Будут все довольны. Будет доволен продавец, покупатель и ваш покойный слуга Дмитрий Александрович, который у вас все эти сделки поучаствует, юридические, технические, будет ее сопровождать. Если вы самостоятельно, у меня вообще сейчас с аппетитом все в порядке, лучше несколько сделок в месяц, чтобы сидеть, понимаете, палец сосать, как Мишка Лапу, там сказать, зимой и ждать своей маны небесной. Поэтому, если вы самостоятельно нашли какой-то объект на Авитор, Циане, Дом Клик и так далее и тому подобное, хотите, чтобы я сопроводил сделку по земле, по дому, до без разницы, по апартаментам, по какой-то квартире с ремонтом или без первички, или вторичка, набирайте мне 100 тысяч рублей и ваш покойный слуга проведет сделку, все сопроводит, все проверит, походит с вами вместе по соседям, поспрашивает, проведет, так сказать, опрос, как здесь живется, какие здесь проблемы, что с коммуникациями и так далее и тому подобное, без проблем. 100 тысяч рублей я готов, как бы, за эту комиссию работать. У всех свои аппетиты, кто-то хочет миллион, кто-то хочет 500 тысяч, меня устраивает абсолютно 100 тысяч, поэтому погнали. Три квартиры продали, 300 тысяч заработали, все довольны, на еду хватает, коммуналку оплатили, все отлично, живем дальше. Все, я вас всех обнимаю, счастья, здоровья, любви, всегда для вас на связи, по телефону, влево-нижем углу экрана, ко мне по всем абсолютно вопросам, не стесняться обращаться в любое время дня и ночи, я 24 часа, 7 суток в неделю, для вас на связи. Я вас всех обнял. Пока, семья, говорю вам пока-пока. Спасибо еще раз за внимание, что вы у меня есть. Закончу красивым видом на горы. Говорю вам пока-пока, обнимаю, целую и люблю. Пока, семья, пока.